МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Главное сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из детского сада в школу глава Чувашии торжественно открыл образовательное учреждение в районах Республики. Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Как жители Республики будут привлекать, выписывать газеты и журналы? Смена власти. В ЧГУ имени Ульянова выбирают нового ректора. День открытий. Сегодня сразу в двух районах Чувашии перерезали красные ленты. В Канаше распахнул свои двери детский сад. А в Батревском районе новоселье отметили школьники. Мои коллеги успели побывать на обоих праздниках. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Двери в страну знаний эти ребята открывают на месяц позже своих сверстников. Но настроение это не омрачает никому. Детских садиков в Канаше не строили давно. Спустя 22 года на окраине города для дошколят возвели настоящий дворец. Большой музыкальный зал, бассейн, современное оборудование, новая мебель. Такой комфорт обошелся бюджету в 120 миллионов рублей. Конечно, рады. Потому что уже ребенку три года. Даже на работу не устроишься. Конечно, мы рады, что дети у нас здесь сейчас учатся. Все малыши проживают неподалеку. В этом районе Канаша наблюдается строительный бум. Молодых семей здесь стало заметно больше. Но в детском саду открыли и коррекционные группы для ребят с нарушением речи. Где будут заниматься профессиональные педагоги и логопеды? Самая младшая группа – это детки 2011 года. Им от 8 до 2,5 лет. Таких групп у нас будет 6. Через порог этого дворца переступили почти 300 малышей. Очередь сократилась заметно. Ребята старше 3 лет местами в детских садах обеспечены полностью. Но отчеты местных властей глава республики решил перепроверить у родителей. Уважаемые родители. Так, да, по сути дела? Или кто-то еще остается, кто путек не получил? Нет такого? Нет. Задача куда глобальнее строительство новых садиков будет продолжена и дальше. Необходимо обеспечить местами ребят, которым исполнилось полтора года. На эти цели с федерального бюджета Чувашии было выделено более 600 миллионов рублей. Современные образовательные технологии для сельской местности уже не в диковинку. В деревне татарские Сугуты сегодня открылась новая школа. Директор. Во время экскурсии гости отмечали не раз, что эта школа ничем не уступает чебоксарским. Во всех кабинетах проекторы и компьютеры. Современное оборудование установлено и в столовой. Причем оплачивают обеды школьники при помощи специальных терминалов и электронной карты. Когда карточки обналичивать нельзя, пожалуйста, иди. И когда данные уже идут к родителям, и родители уже уверены в том, что ребенок пошел, подкушал, хороший, горячий завтрак и ляпит. Хотя фору поварам в этой школе может дать каждая девчонка. Готовить их учат на уроке технология. Учителя не без гордости отмечают, что из учениц подрастают неплохие хозяйки. Глава республики поставил задачу быть лучшими во всем. Хотя в таких условиях учиться плохо просто невозможно. На строительство школы было выделено более 140 миллионов рублей. Теперь здесь есть просторный спортивный зал, баскетбольная площадка и даже хоккейная коробка. Дети обещают радовать рекордами. Теперь вы должны дать спортсменам, профессионалам. Обязательно. Будет, да? Будет? Сделаем, девочки. Михалыч, самое борцовское село у нас. Об этом дне ученикам будут напоминать фотографии. Небольшая аллея. Первую ель здесь посадил глава республики. Медрик Ковалев, Энрис Шоклев, Республика. Никуда ходить не надо, принесут прямо домой. Так получают газеты и журналы те, кто пользуется подпиской. Правда, для многих жителей страны это явление осталось в далеком прошлом. Почему так произошло? Об этом сегодня главные редакторы говорили с представителями почты и Министерства информационной политики Республики. Я из почты. Я почтальон тутошный. Пичкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. В советское время даже в далекой от мегаполисов деревни Простоквашино выписывали газеты и журналы. Современные россияне делают это все реже. И в отличие от Матроскина, нет только из экономии. Причины мы с вами сегодня, наверное, обсудим. Ряд из них, естественно, очевиден. Развитие научно-технического прогресса его никуда не остановишь. Развитие интернет, изданий. Действительно, в 21 веке свежую информацию россияне чаще получают не от почтальонов, а из глобальной паутины, которая всегда под рукой. Специалисты отмечают дело не только в удобстве. У нас мало что нового происходит. Это не только на почте. Это в вашей среде, в сфере СМИ то же самое. Мы с вами, в принципе, вообще вперед не двигаемся. Вот получили советское наследие, его осваиваем, окучиваем. Пришло поколение электронное, а мы не знаем, в принципе, как с ними работать, как их привлекать. Впрочем, иногда почта не может не только угнаться за прогрессом, но и просто успеть в срок. Нередко получается, что по пути типография почты читатель новости уже перестают быть новостями. Были заданы три вопроса всем интернет-пользователям. Как вы оцениваете качество работы почты России на территории вашего города, района? 26% оценили на «хорошо». Основная подавляющая часть 74% на «удовлетворительно». По мнению тех, кто ответил на вопросы, основными причинами возникновения проблем функционирования почты назвали 33% – это отсутствие новых форм работы, 32% – некачественное обслуживание клиентов. Ну, я так понимаю, что это все-таки своевременность доставки. О проблемах в изданиях и на почте знают. Решать их планируется общими усилиями с использованием мирового и российского опыта. К примеру, заинтересовать молодежь можно специальными социальными программами, организовать прием подписки в крупных торговых центрах, как это сделали в Татарстане, или вообще в том же самом интернете. А то и вовсе сделать электронную подписку на электронные версии, как, к примеру, в Соединенных Штатах. Там электронные газеты переходят на платный формат. То есть ведущая американские газеты на «Нью-Йорк Танц» уже перешла на такой формат. То есть хотите электронно – подписывайтесь платно. Ну а среди мер, которые касаются распространения газет и журналов, прозвучало предложение вернуть советскую традицию и снабдить почтальонов транспортными средствами. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. В конце октября в стенах Верхней Палаты Российского парламента пройдут «Дни Чувашии». О том, как идет подготовка к этому знаковому событию для Республики, говорили на заседании рабочей группы под председательством премьер-министра Ивана Маторина. Основная программа «Дни Чувашии» в Совете Федерации известна. Остались организационные вопросы. Уточняются списки и состав делегации. Согласовываются темы выступлений на комитетах, а также решается, кого из известных лиц пригласить, чтобы они представляли интерес Республики. Что касается отраслевых комитетов, то все наши крупные промышленники, того же Поповича, который всегда откликнется, Портасов, может даже Болотина, по темам, которые будут обсуждаться, вы совершенно правы, что когда говорите, что одно дело мы будем призывать, а другое дело, когда эти лица известны. Как сказано, космонавты, нужно сегодня как раз созрело именно последние штрихи, кто будет участвовать в этом. Кроме этого, в стадии завершения оформления информационных баннеров, на которых будет представлена вся Чувашия. Этот вопрос держит на контроле Министерство культуры Республики. Выставка презентации будет оформлена, как и обсуждалось ранее, в виде выставочных объемных стендов, которые здесь у вас перед вами представлены. Они будут представлять инвестиционный потенциал Республики, достижения в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта. Всего 8 направлений. Премьер-министр Иван Моторин рекомендовал активизировать работу по подготовке Дней Чувашской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания и в ближайшие 2-3 дня доделать техническую часть, а к середине октября решить все организационные моменты. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашском государственном университете имени Ульянова завершился прием заявок на должность ректора. Утвержден окончательный список кандидатов, которые сегодня рассмотрел ученый совет ЧГУ. В нем из шести кандидатов осталось пять. Среди них министр образования Владимир Иванов, проректор по учебной работе Андрей Александров, Анатолий Яковлев, завкафедры региональной экономики и предпринимательства ЧГУ, директор гуманитарного института Юрий Исаев и социолог Нина Плупан-Семедова. Теперь документы отправят в аттестационную комиссию Рособразования, которая сделает окончательный выбор в пользу одного из кандидатов. Результаты будут известны в декабре. В эти минуты в администрации Сырбокасинского сельского поселения Чебоксарского района проходят публичные слушания по проекту строительства и реконструкции автомобильной дороги М7 «Волга». Предполагается, что от развязки федеральной трассы М7 железной дорогой на Чебоксары будет построена объездная. Эта трасса призвана снять напряженность на дороге Лапсары-Кугесе. О публичных слушаниях, прошедших в других муниципалитетах и экологии проекта нам рассказал управляющий проектом Михаил Любинский. Были проведены общественные слушания в Чебоксарском районе с депутатами Лапсарского сельского поселения, жителями деревни Большой Карачуры. Обсуждался вопрос о том, чтобы делать реконструкцию дороги и не делать обход, а делать именно реконструкцию существующей трассы. Но в связи с тем, что там был задействован снос живых строений, в связи с этим большинством голосов было решено идти в обход существующей трассы. А вот по предполагаемому варианту, который мы сейчас вот и проектируем. Там резерват дуба, но мы проходим сейчас по самому-самому краю, то есть буквально еле касаясь этого заповедника. И с ним природой мы согласовали, что, возможно, эти земли будет перевести из лесного фонда. В Ядринском районе в селе Чагана разгорел храм. Возгорание произошло 1 октября в полдень. Храм появился в селе в 18 веке. В последнее время в нем проводились ремонтные работы. Был обновлен фундамент. Планировали возвести пристрой. Во время пожара прихожанам удалось спасти иконы. По данным МЧС, на тушении работали 9 единиц техники и 21 человек личного состава. На днях студенты Чувашского государственного института культуры и искусств и просто любители музыки окунулись в волшебный мир звука. Мастер-классы именитых экспертов звукоиндустрии и знатоков современных мультимедийных технологий скрасили учебные занятия студентов. Проекту достойный гранта главу Чувашской республики яркая краска, вернее яркими звуками, надолго запомнится участником научно-творческого форума «Мир звука». Электробоям в руках Юрия Сергеева буквально заиграл по-новому. Благодаря богатой палитре инструментов он сам себе и человек-оркестр, музыкант-виртуоз, да и вдобавок звукорежиссер. Он с радостью посвятил студентов и в особенности итальянской французской палитры аккордеона и открыл секреты студийной записи новых трек-хитов. Похоже, первая любовь «Электробоян» охватила его в свои объятия надолго. Конечно, хорошо бы и Чувашскому училищу культуры, и институту культуры иметь специальность звукорежиссура. И хотелось бы, чтобы, может быть, хотя бы курсы какие-то открыть. Ведь у вас прекрасный город, много театров для такого, насколько я понял, для такого небольшого города. Это огромное количество театров, и в каждом из них, в общем-то, нужен звукорежиссер. Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. На турбазе «Сурские зори» прошло закрытие байкерского сезона «Мотопоста-21». Недовольно прохладная погода, небольшие расстояния не помешали нескольким десяткам байкеров из мотоклуба «Ночные волки» караваном прибыть на берег Суры. «Ночные волки» – самый известный мотоклуб в России, история которого начинается еще с 80-х. На сегодняшний день в нем состоят более 5000 мотоциклистов. Клуб имеет множество региональных отделений в России, в том числе и в нашей республике. «Третий год, как мы вместе открытие мотосезона делаем. Вот сейчас проходит закрытие мотосезона, подводятся итоги. И я по мере сил стараюсь их поддерживать, хотя и сам не являюсь членом мотоклуба «Ночные волки», но чувствую, что очень много меня с ними объединяет». Закрытие сезона мотоциклисты решили отметить большим рок-фестивалем, на который приехали команды из нескольких городов по Олжье – Ёжкоралы, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Хедлайнером стала московская группа «Мангол Шулдан». То, что к статусу байкер давно приписывают слово «суровый», на закрытии сезона «Ночные волки» подтвердили. Ни самих волков, ни их друзей, которых к вечеру, кстати, собралось за сотню, стремительно падающий столбик термометра ничуть не смутил. Звучала музыка, ревели моторы блестящих байков. Фестиваль продлился до поздней ночи. Уже утром мотоциклы будут поставлены в гаражи на зимовку. И только весной на просторах Суры снова раздастся привычный рев байков, когда мотосезон откроется вновь. Олимпийский комитет России назвал имена спортсменов кандидатов на участие в 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи. В нем более 530 человек. В их числе известная могулистка Елена Муратова, представляющая Чувашскую республику. На днях национальная команда по Могулу завершила продолжительный сбор на чилийском горнолыжном курорте Валья-Невада. Сейчас у российских спортсменов несколько дней отдыха, которые Елена Муратова намерена провести в Чебоксарах. Уже 6 октября спортсмены сверутся в Сочи. Первый старт в рамках этапа Кубка мира в Могуле намечен на 13-14 декабря в финской руке. 2-1. С таким счетом футбольная команда «Динамо» победила в решающем матче чемпионата Чувашии и стала чемпионом сезона 2013 года. В финале они обыграли команду «Химик» из «Вурнар». Практически весь первый тайм шел мокрый снег, но несмотря на нелегкие погодные условия, обе команды показали достойную игру. Первый тайм завершился со счетом 1-0. Его открыл «Динамовец» Максим Иванов. «Вурнарцы» отыгрались во втором тайме. Мяч в ворота полицейских загнал Дмитрий Шалин. Спортивный дух, желание победить, борьба за мяч. Исход игры решился на последней минуте. За 20 секунд до финального свистка «Динамовец» Виктор Багаратов, военнослужащий в войсковой части 39-97, блестящим ударом забил последний мяч в ворота противника. «Динамовцы», я думаю, что чемпионство завоевано в такой борьбе, запомнился надолго. Поздравляю вас. Вручается кубок чемпионов Чувашии. Команда «Динамовцы». 4 октября в Чувашии пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне. Предупредительный сигнал «Внимание всем» прозвучит в 9 утра на улицах города через сирена и громкоговорители, а также каналы радио и телевидение. Тревога будет учебной. Жители республики просят соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин